Приветствую вас, Сабрина. Ваш молодой человек, скорее всего, девушку не любил никогда. Он её, скорее всего, лишь идеализировал только. И всё. Я более чем уверен, что любви там никакой не было в памяти. Вот. Ну, действительно, ему обидно, действительно, ему тяжело. Действительно, до сих пор он может её отпустить, точнее, отпустить свои чувства по отношению к ней. Действительно, его это задевает, трогает и вызывает фрустрацию, потому что идеализация, которая была у него по отношению к этой девочке, имеет причину в нём самом, в его личности, в его собственных потребностях, страхах, желаниях переносок и так далее. И именно поэтому до сих пор она его так трогает и так далее. Именно поэтому его так задевает. Знаете, если бы она действительно её любила, он бы хотел, чтобы она была счастлива. И, значит, то, что она его бросила, просто означает, что с ним она счастливой быть не может и всё, как бы. Вот. Для любящего человека это достаточно. Вот. То, что вы, как я понял, спрашиваете постоянно о ней и об их отношениях, это свидетельство от того, что вы не уверены в себе, сравниваете себя с ней. Вот. Боитесь, скорее всего, своего молодого же человека потерять, боитесь отца отца одна. Вот. Ну и, как следствие, это, значит, вопрос о собственной нереализованности по факту. То есть, речь идёт о том, что вот вы сами чересчур в этом человеку нуждаются. Вот. Почему-то. Да? Из-за чего-то. И это нужно тоже разбирать, это тоже нужно рассматривать. Да. То есть, по факту, вся эта ситуация говорит только о том, что вы оба друг к другу не относитесь самобытно. Вот. Вы оба относитесь друг к другу, ну вот. Таким образом, что каждый из вас как бы, как бы пытается решить, решить какие-то свои проблемы. Вот. В отношения. Свои. Свои собственные проблемы. Вот. И, соответственно, это вот то, что нуждается в корректировке в первую очередь. На мой взгляд. Опять. То есть, что вы хотите в этих отношениях. Насколько вы, к примеру, там, любите человека? Действительно ли вы его любите? Или как вы к нему относитесь? Там, если вот то, что вы пишете, да? Мы встречаемся три года, а почему, как бы, до сих пор, например, не оформили свои отношения в брак? И, к примеру. Или что между вами общего? Или как вы к нему относитесь? Ну, понимаете, пока я вижу у вас проявление ревности с Сабриной. Ну, если вы про себя, конечно, пишете. Вот. То есть, видите, как вы, у вас здесь небольшое противоречие. Если вы пишете, постоянно думая о ней, постоянно спрашивая об их отношениях, и подскажите, о чем это может сказать. Он до сих пор его любит. То есть, вместо того, чтобы обратить внимание на себя с Сабриной, вы пытаетесь понять его. Вот эта вот ориентированность на другого человека, и это основная беда. Вот. Такой вот момент. Тут это очень похоже на созависимые отношения. Очень сильно походим на созависимые отношения. Вот. Если я прав, то вам нужна помощь. Если я прав. Если я прав, то вам нужна помощь в том, чтобы перестать быть созависимым. Ну, то есть, раскрыть свои чувства. Вот. Понимаете. Вот. В принципе. Так мы не можем ответить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.